К 2015 году в Красноярске появится первое транспортное кольцо, которое избавит город от заторов на 10 лет вперед. В этом убежден губернатор края Лев Кузнецов. Сегодня он побывал на трех крупных стройках, которые как раз и должны помочь перенаправить автомобильные потоки и разгрузить центр. Давайте сразу планировать, чтобы развязки были у нас на перспективу. На перспективу. С такой установки губернатор начал обязательную инспекцию крупнейших в Красноярске стройплощадок. Сейчас в городе возводится 4-й мост. Вполне ощутимое очертание приобрел путепровод в Северном. Скоро начнется реконструкция 2-й Брянской. Глава края лично контролирует эти объекты. Вот и сегодня визитом остался доволен. 4-й мост, очевидно, заметно подрос. Вот посмотрите, так выглядела стройка века в июне прошлого года. Сейчас из 240 балок, предусмотренных проектом, стоят уже 24. В конце года что-то будем видеть? Визуально? Да. Все, визуально будем видеть полностью вот это все методическое пролетное строение до Северновска уже. По словам Нева Кузнецова, подрядчик Сибмост, он и строит все три объекта профессиональный и ответственный. Губернатор поставил задачу обеспечить не только выполнение работ в срок, но и высокое качество строительства. Причем это относится ко всем дорожным объектам в крае. Оплачивать работы теперь будут только после того, как дорога пройдет погодное испытание. Четвертую переправу через Енисей компания обещает сдать в 2015-м. А вот путепровод в Северном, который позволит с правого берега через Октябрьский мост напрямую выезжать на Северное шоссе, должен быть построен уже к августу следующего года. Число полос планируемое 8. На сегодняшний момент по опорам, из 8 опор выполнено 4 полностью. Плюс двухуровневая развязка на 2-й Брянской, которую также обещает городу к концу следующего года. И Красноярск в 2015-м получит первое большое транспортное кольцо. Оно по расчетам специалистов перенаправит потоки и значительно разгрузит центр. Причем красноярцы смогут ездить без пробок лет 10, не меньше. Именно такая задача мной поставлена, чтобы мы учитывали не сегодняшнее состояние города, а именно смотрели на планы развития города без 10-летней перспективы. Поэтому и дано была задача не экономить, не с точки зрения того, что транжирят деньги, а именно делать проекты, которые потом будут служить уже долго. Губернатор призвал подрядчика и городских властей не повторять столичный опыт. Москвичи в свое время сэкономили на съездах с колец, за что потом поплатились бюджетными миллиардами. У Красноярска второго шанса не будет. Денег на 4-й мост мы и так долго ждали. Теперь нужно распорядиться ими по уму.